Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. В последний раз в ходе этой пятеринетки мы с вами возвращаемся на финансовые рынки, чтобы в ходу представителей торгов заранее оценить тот новостной фонд, который сложился. Безусловно, основной идеей, которую продолжают отыгрывать трейдеры, являются президентские выборы, точнее, итоги и факт победы Дональда Трама. То, что сейчас творится на финансовых рынках, это, мягко говоря, не совсем то, что можно было бы спрогнозировать по факту такого хорс-мажорного события, как победы того кандидата, который, в принципе, не должен был выиграть американскую президентскую гонку. Но нам приходится работать с реальными фактами, и действительность такова, что Трампа сейчас, судя по динамике доллара, больше даже воспринимают в позитивном ключе. И, по крайней мере, оценивая текущее рыночное настроение, мы не можем сказать, что неопределенность такая высокая, что заставляет трейдеров погалтел и бежать в расположение защитных активов, таких как иена, франка и драк, металл. Напротив, эти инструменты сейчас находятся под давлением, потому что доллар неохотно отдает ценовые позиции, и более того, сейчас по рядам инструментов переписывает многомесячные хаи. Начнем мы сегодня с бренда, потом, с вашего позволения, переключимся на динамику пары доллар-японская иена, и уже от того, что показывает у нас американец, построим, собственно, прогнозы по другим валютным парам, и попробуем объяснить, почему активы должны двигаться именно в рамках того вектора, который мы с вами спрогнозируем. Что касается нефти, здесь снова у нас позитивный момент, потому что позитивный, поскольку мы являемся системными медведями, которые уже давно продают позиции этого товарного сырья, в частности, клоус вчерашнего дня 45.59 по бренду, сейчас актуальны эти ротки 45.75. То есть актив снова вернулся к поддержке 45 долларов, запары прервал очереду нескольких восстановительных дней, поскольку настроения снова ухудшаются, и трейдеры снова делают ставку на то, что черное золото будет оставаться аутсайдером. Мы с вами планировали добраться до отметки 45 долларов за баррель. Благодаря безумной волатильности, которая была проявлена на рынке в среду, этот уровень был протестирован, правда, неудачно. Нефть восстановилась, корректировалась, оказалось, выше этой планки, и сейчас вот действительно в одном шаге, в незначительном, то есть шаге, который актив может преодолеть за считанные минуты, находится. В частности, говоря про новостной фон, причиной давления, которое мы вчера наблюдали по рынку нефти, это опубликованный доклад Международного энергетического агентства, согласно которому стало ясно, что объемы добычи нефти в рамках странных спортеров нефтеопек за прошлый месяц выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, доведя общий показатель практически уже до планки в 34 миллиона баррелей в сутки. Да, это не просто много, это уже переписано историческим максимумом, это та цифра, которая подтвердила, что несмотря на маячащие якобы перспективы договоренностей, которые могут быть достигнуты 30 ноября, все равно регионы, которые стоят за наибольшим предложением, продолжают увеличивать производство. То есть можно сразу сказать, что по итогам алжирской встречи были предварительные договоренности о том, что страны ОПЕК будут держать общий диапазон выработки в коридоре 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Ну, вы посмотрите на текущую цифру, 34 практически, 33,83, если быть совсем точным, это официальные данные, а не официальные, указывают на то, что планка 34 и вовсе уже преодолена. Ну и, соответственно, мы не можем говорить о том, что соблюдаются те квоты, которые раньше должны были быть основополагающими для производителей нефти. Это квота в рамках ОПЕК, 30 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, такая позиция сейчас указывает явно на то, что негативный настрой и понимание того, что условия и основания для договоренности 30 ноября все меньше и меньше, эта позиция сейчас обретает каждый раз с подобной статистикой все больше и больше силы. И, собственно, на сторону медведей переходит большее количество трейдеров, которые осознают, чем может быть чревато отсутствие либо лишение рынка нефти вот этого путеводного огня, которым могло стать решение по ограничению добычи. Поскольку мы сейчас уже говорим о том, что вероятность этого крайне низка, мы понимаем то, что 2017 год, когда закроем 2016, станет, скорее всего, еще одним годом роста запасов и роста предложений, что позволит нам говорить о присутствующей и по-прежнему нерешенной проблеме перепроизводства на фоне слабой мировой экономики. У нас были риски и остаются актуальны вокруг Брэкзита. Это те риски, которые относятся к категории форс-мажорных событий, которые случились, несмотря на то, что их никто не прогнозировал. Я сейчас даже не говорю про системную слабость некоторых регионов. Брэкзит, соответственно, еще несколько референдумов, которые будут проведены в странах ЕС в самое ближайшее время, вот скоро у нас, 4 декабря, это в Италии, победа Трампа, чему приведет, неизвестно. И я думаю, что если покопаться, можно найти еще не один такой потенциальный форс-мажор, который может все-таки проявить себя и сказаться на общих показателях мирового роста, роста мировой экономики. Поэтому у нас, как и была проблема основной и определяющей для нашего мельвежего взгляда, то, что баланс не восстановить без решения по снижению добычи либо без соответствующего активного роста мировой экономики. Но ни первого, ни второго у нас сейчас нет. Мы продолжаем говорить о исторических максимумах, в частности, растут объемы добычи в Бразилии, России, 11,2, кстати, это также максимум за последние 25 лет. И это явно свидетельствует о том, что бренд в ближайшее время, ну, растяжимое понятие, безусловно, но мы видим, как бренд активно сыплется в последние недели. Поэтому если мы скажем то, что в перспективе месяца-двух мы сможем оказаться чуть ли не рядышком с отметкой 40 долларов за баррель, то это будет вполне реальный ценовой ориентир. Напротив, даже исходя из той волатильности, которую мы видим в последние недели, можно замахиваться на то, что бренд так активно сходит за более короткий промежуток времени. Помимо отсутствия надежд на договоренности, которые якобы должны были быть достигнуты 30 ноября, есть еще статистика по запасам, есть еще сильный доллар, чей потенциал, судя по всему, еще не до конца реализован в плане роста. И есть у нас сегодня еще и локальная статистика отчета от Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов США. Руководствуясь опытом последних недель, да и тренда, который сложился в последние месяцы, мы можем предположить, что снова будем лицезреть и наблюдать увеличение количества платформ, что позволит надеяться на дополнительное производство со стороны США. И я думаю, что даже без локальной статистики от Baker Hughes мы должны уже осознавать тот факт, что приход к власти Трампа это новая веха развития энергетического нефтяного бизнеса Соединенных Штатов Америки. Поэтому у нас перевес в пользу дополнительного перепроизводства будет идти еще и со стороны ведущей экономики мира. Наша цель по Brent тут 42 доллара за баррель. Не отказываемся от этого среднесрочного ориентира и допускаем тот факт, что прежде чем мы доберемся до этого уровня, Brent может все-таки еще и скорректироваться. Тем более сегодня у нас закрытие пятидневки после очередного недели весьма серьезного ралли. И можно вполне рассчитывать на то, что интерес локально-технический к этому активу также возникнет. Ну а со следующей недели, я думаю, мы снова вернемся к распродажам. Без каких-либо дополнительных новостей, которые могут повлиять на обратную динамику. Если они будут, я, разумеется, вам их расскажу. Российская валюта. Ну что ж, наша цель 65 достигнута. Локальные максимумы были даже еще выше. Понятное дело, стоило только, соответственно, нефти просесить новых отметки 45. И трейдеры получили возможность отыграть это через девальвацию рубля. Я думаю, что, несмотря на текущие токировки 64.92, мы можем уже ставить на сохранение вот этого девальвационного импульса и уход пары в район 67. Пока что это вполне реальный ориентир. Не будем замахиваться на более высокие ценовые значения. Но все сейчас располагает в пользу того, что доллар будет расти. Помимо собственного фундамента, который еще закольцован, собственно, на идее повышения процентных ставок в рамках ВРС, толкать пару вверх будет еще и слабость российской валюты, которая реагирует на слабости рынка энергоисусов. Динамика восходящая. Давайте придерживаться этого явного, разворачивающегося и набирающего вороты района. Доллар японская, иена. Обычно мы после энергетического рынка рубля переходим к паре евро-доллар, но сейчас европейская валюта не так интересна, как доллар. Точнее, их даже сравнивать не нужно. Евро сейчас, наверное, как и всегда, остается видовым активом. А вот что касается доллара, здесь нам есть о чем говорить, потому что доллар продолжает набирать обороты, и переписывать локальные максимумы вдоль всего спектра финансовых активов и против всех своих основных конкурентов. Наиболее выраженная восходящая динамика сейчас прослеживается в паре USD-йена, потому что мы можем говорить, что за несколько торговых сессий, за пару в прямом смысле дуэта USD-йена с минимальных значений 101, по-моему, 18, добралось до планки 107, то есть речь идет о восходящем движении в 600 пунктов больше, чем полтысячи пунктов. Это колоссальное движение. Вы представляете, собственно, какой профиль кроется за таким ралли, если конвертировать этот процентный эквивалент изменения стоимости в денежный ресурс. И я уверен, что многие из вас, опять же, настраиваясь на неизбежное повышение процентной ставки и все-таки придерживаясь нашего объективного взгляда того, что доллар будет оставаться одним из самых спросовых инструментов, сейчас смогли использовать хотя бы частично это ралли и зафиксировали свой профитный уровень, который был приемлем для вас лично. Мы ставили на то, что USD-йена сможет добраться до 106, отмечали даже более восходящие цели. Я думаю, что на текущий момент, ну, по крайней мере, сегодня, мы можем взять некоторую паку, потому что после такого восходящего движения логично допустить возможности просад, коррекции на несколько фигур. И если эта коррекция произойдет, я думаю, что все трейдеры ее смогут точно объяснить, коснувшись просто нашей сейчас и не только нашей. Я думаю, что изглюбленная тема для всех участников рынка – это неопределенность политического курса и вообще вот эти панические настроения, которые на рынке присутствуют, но которые пока еще себя не проявили. Поэтому если мы увидим спрос на японскую валюту, на франк, то смело свяжем такую динамику с политической ситуацией в США. Но пока видим то, что доллар все-таки сохраняет больше возможностей и на большей вероятности на продолжение восходящего ралли. Долгосрочно мы не откажемся от этой идеи, тем более, что мы настраиваемся с вами на декабрь и повышение процентной ставки. Но, как косрочно, до следующей недели с текущих уровней можно даже сыграть и на понижение. Если вернуться к новостной картине, то, безусловно, победа Трампа – это ключевая идея, которая сейчас через определенный, скажем, подтекст анализа сказывается на динамике доллара. Если раньше мы говорили, когда предвыборная кампания Трампа и Хилари Клинтон была в самом разгаре, мы делали акцент и ставку на то, что победу непременно одержит Клинтон. Мы говорили о тех планах, которые закладывают в основу своего потенциального президентства Трампа и рассматривали то, что это как раз тот самый кандидат, который, став президентом, может создать очень много неясностей на рынке. И действительно, как только на рынке стали поступать первые итоги, вот в среду утром, я думаю, что многие из вас сидели за этим событием, и когда стало очевидно то, что Трампа лидирует уже с таким перевесом, что вдохнать его практически невозможно, это стало причиной панических настроений на рынке, потому что все буквально держались за голову и не могли понять, каким же последствиям все-таки приведет новый политический курс такого радикального республиканца, как Трамп. И настроения спустя какое-то время очень быстро изменились, и трейдеры стали обсуждать не факт неопределенности, а то, что программа Трампа не такая уж и, скажем, бесполезная для национальной экономики, а может быть даже исключительно оздоровительная, потому что его громкие лозунги во время первого выступления, после того, как он стал президентом, просили, что у него есть, опять же, четкий план того, как реализовать в ближайшее время несколько десятков масштабных инфраструктурных проектов, которые создадут не меньше 25 миллионов новых рабочих мест и, соответственно, будут способствовать ублогению показателей ВВП. Реакция на подобный комментарий последовала сразу. Разумеется, реакция в позитивном ключе для национальной экономики, для трейдеров и для всех фондовиков. Поэтому мы увидели рост американской валюты, потом трейдеры стали развивать эту тему, вспомнили про его исключительно протекционистские взгляды в отношении внешней торговли и резюмировали то, что такой протекционистский подход вместе с его будущей фискальной политикой, направленной на снижение налогового времени, смягчение регулирования как в аналитическом секторе, так и в секторе финансов, все это будет оказывать разгоняющее воздействие на показатели инфляции и уровень заработных. И, соответственно, приближать нас, как участников рынка, ну и в целом всю экономику США к решению по повышению процентных ставок. То есть Трамп, который раньше ассоциировался с тем, что может отложить, опять же, позицию и решение американского регулятора о пользе нормализации денежных политикой политики, сейчас вот уже расценивается как тот кандидат, который, напротив, ускорит этот процесс. И если это случится, то я думаю, что мы в декабре сможем с вами дождаться уже этого решения, и это непременно станет причиной еще большего роста, который покажет американская валюта против всех своих основных конкурентов. То, что доллар растет так активно против японской валюты, это как раз и есть отражение того позитивного настроя, который сейчас на рынке фигурирует. По данным Фэдвотч, это агентство, за которым мы следим, по отчетным контрактам на повышение процентной ставки, сейчас вероятность таких изменений в декабре составляет 82%. То есть приход к власти Трампа серьезно поднял планку по потенциальным изменениям. Быстрее, чем сама американская валюта, на позитивные комментарии и, собственно, то, что говорил Трамп, отреагировал долговой рынок США, потому что десятилетки американские с минимальных за месяц уровней быстро добились до локальных максимумов и переписали даже не просто многонедельный, либо многомесячный, а достигли чуть ли не максимального уровня за последний год. Тридцатилетние бумаги и вовсе максимальное значение по доходности с 2011 года. И если мы сравним, опять же, доходность американских бумаг с той доходностью, которую показывают японские активы, то разница и спред будет составлять уже 120 пунктов. Конечно же, такая ситуация провоцирует трейдеров, подталкивает на то, чтобы инвестировать именно в американские бумаги. Для того, чтобы инвестировать в американские бумаги, и, конечно же, которые не равны в долларах, нужно иметь американскую валюту. Поэтому японцы продают свой национальный валютный актив и делают ставку именно на доллар. Это еще одна причина, которой можно оправдать то ралли, которое состоялось, но не факт, что так динамично будет продолжено, как последние несколько торговых сессий. Вчера еще вышли данные по заявкам на пособие по безработице. Снова сильный отсчет. 254 тысячи против прошлого 265 тысяч. 88-я неделя подряд, когда показатель держится ниже 300 тысяч, что является явным сигналом сохранения восстановительного тренда. И вчера еще состоялось выступление Волода, представителя ФРС, который снова говорил о прогрессе на рынке труда и отметил то, что лучше всего, конечно же, ставку поднять уже в декабре, потому что промедление с этим решением может создать угрозу для стабильности финансового сектора. То есть, такие комментарии мы слышали не только от Болгарда, но видим то, что позицию, более жесткую позицию, сейчас начинают принимать все большее количество представителей ФРС, которые являются настоящими лидерами мнения. И, соответственно, если резюмировать то, что нам стало известно, и то, что в плане новостей мы вчера получили, долгосрочно доллар непременно будет расти. И окажутся выше отметки 110, практически 100%. Но краткосрочно, учитывая то, что мы подросли за три торговых сессий на 600 пунктов, под закрытие недели, я все-таки думаю, что есть больше шансов и оснований нам сыграть сейчас на повышение. И вернуться к рассмотрению перспективы этой валютной пары, доллара и японская иена, уже, соответственно, на открытии следующей недели. Евро против доллара. Здесь новостная картина не меняется. Мы видим, что евро находится под давлением. Сейчас котировки 1,0914. Ждем с вами 1,08. Основная идея – это контраст монетарных политик и растущий спред доходности между немецкими бумагами и американскими, соответственно, трежерс. Еще есть политический риск, который может быть реализован в самое ближайшее время. Это итальянский референдум, который состоится 4 декабря. Думаю, что декабрь у нас будет крайне насыщенным месяцем на волатильность. Ну, собственно, волатильность нам как раз и нужна. Самое главное, чтобы эта волатильность позволила нам по паре евро-доллар коснуться поддержки 1,08. Фунт против американца 1,2572. Действительно, британская валюта находится под прежним давлением. И несмотря на тот спрос, который периодически возникал несколько дней назад на рисковые инструменты, все равно медведи держали оборону и не позволяли паре уйти выше отметки 1,26-1,27. Это хорошо, потому что явно указывает на то, что при определенном стечении обстоятельств, может быть, при появлении дополнительного фундаментального триггера, коррекция будет усилена. Нам нужна эта коррекция, потому что мы смотрим на уровень 1,20 как наша ближайшая цель. Дальше идем. Доллар против канадцев. Вчера я хотел рассказать про эту валютную пару, чем она интересна, но, к сожалению, не успел. Сейчас мы видим то, что пара продолжает консолидироваться рядом с сопротивлением 1,35. И все играет сейчас на лапу быкам, поскольку совершенно очевидно то, что доллар у нас растет. Это первый сигнал того, что пара будет сохранять восстановительные импульсы. У нас есть понимание того, что рынок нефти продолжит дальше терять. Это, может быть, еще более влиятельный фактор на поведение пары USDCAD. И у нас есть еще опасения, которые мы можем транслировать на канадскую экономику. Связаны они с тем, что, как я уже отметил Трампа, лоббист идеи пересмотра, либо даже отмены тех торговых соглашений, которые действуют по текущий момент. Канада находится также в фокусе внимания. Если под каким-то, собственно, в ближайшее время мы услышим то, что торгово-партнерские отношения с Канадой будут изменены, конечно же, прежде всего от этого пострадает Канада, потому что именно сотрудничество со стратегическими партнерами, к которым относится США, это то, что позволяет канадской экономике держаться на плаву. Если эти торговые отношения будут пересмотрены, тогда канадская экономика столкнется с очень серьезным риском экономической неопределенности, что будет чревато для позиций национальной валюты. В общем, мы делаем ставку на дальнейший рост пары USDCAD. И я предлагал вам дождаться в прошлый раз поддержки 1.3350, чтобы, соответственно, дойти до планки 1.35. Эта идея принесла нам очередной профит. Сейчас я предлагаю даже не дожидаться на коррекции, а прямо с текущих значений, в частности, пары USDCAD котируются на отметке 1.3462, делать ставку на то, что мы сможем протестировать более высокое сопротивление, это 1.3550 как минимум. Может быть, даже удастся сходить и в район 1.36. Статистика по-прежнему слабая, в частности, опубликованные данные по разрешениям на строительство указали, что в прошлые месяцы секта недвижимости просел на 7% против позапрошлого роста на 10.4. То есть, в целом, экономика будет находиться под давлением еще слабых макроэкономических данных. Мы будем лицезреть, я уверен, спустя две недели очень слабый отчет по ОВП, что, соответственно, снова используем для того, чтобы оправдать все возможности бычьего раля, о котором я сейчас рассказывал, но который еще реализован не до конца. Новозеландская валюта против доллара положает активно Тельятти. Это следствие, опять же, снижения процентной ставки. Уверен в том, что мы доберемся до более низких значений, нежели пара находится сейчас. 0.7220 я предлагаю ставить на уровень поддержки 0.70. Что касается важных отчетов на сегодня, в 17.00 у нас выступление вице-президента ФРС, вице-председателя, так будет точнее, Фишера. Надеюсь, что он снова выскажется в довольно жестком ключе и дополнительно поддержит доллар. Но все-таки закрывать неделю мы будем, наверное, с серьезными распродажами, потому что эти серьезные распродажи будут базироваться на техническом откате и закрытие ордеров перед выходами. Ну, собственно, как я сказал, сегодня мы больше позиционно настраиваемся на ослабление американца против иены. 18.50 выступление о ползе, который возглавляет Банк Канады. Надеюсь, что его, собственно, комментарии по поводу перспектив канадской экономики будут способствовать сохранению потенциала для дальнейшего роста пары USD-карты. В 21.00 отчет от Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов и платформ в США. Ждем увеличения и давления на нефть. Ходовое слово на сегодня. Пятница, величина полностью 12%. Действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени. Собственно, на этом все. Отличной вам торговой сессии, попутного тренда. Ну и, конечно же, хороших выходных. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...